Давайте посмотрим на примеры того, какие дополнительные инструменты дает нам синтаксис записи в Haskell. Мы по-прежнему продолжаем работать с типом данных Person, в котором есть три поля с соответствующими метками. FirstName, LastName и Edge. Мы определили опять константу John. Это объект типа данных Person с именем John, с фамилией Smith и возраст 33 года. Мы можем объявлять структуру данных, объекты типа Person и в другом синтаксисе. Здесь этот синтаксис стандартный, если бы мы не определяли метки полей для нашего типа данных Person, синтаксис был бы такой же. При наличии меток полей мы имеем альтернативный синтаксис. Давайте мы создадим еще одного персону, которую будут звать Ксавье. Это персона с именем и фамилией, которые здесь указаны и возрастом 40. Такой синтаксис тоже допустим. Мы пишем после Person, в фигурных скобах перечисляем имена полей и как будто бы присваиваем им соответствующее значение. Мы не говорим, что возраст такой, имя такое, а фамилия такая. Это тоже допустимый синтаксис. Более того, это именно тот синтаксис, в котором у нас значение выводится. Здесь, однако, мы имеем возможность немножко гибче использовать этот самый синтаксис. Посмотрите внимательно. Порядок полей задан при определении нашей структуры данных. И именно в таком порядке у нас поля и выводятся. Однако, когда мы инициализировали эту структуру данных, когда мы создавали соответствующее выражение, мы использовали другой порядок полей. Это дает некоторую гибкость, хотя, на самом деле, пока эта гибкость кажется, ну, немножко избыточной. Тем не менее, мы можем в любом порядке указывать здесь поля. Мы можем некоторые поля не указывать. Например, мы можем создать персону следующего вида. Давайте обзовем его unknown. Билл. И это будет значение типа Person, про которое мы знаем только имя. У нас появилось предупреждение. Предупреждение о том, что не все поля нашей структуры инициализированы. И перечисление неинициализированных полей. Тем не менее, это только предупреждение. То есть, у нас наша персона unknown.bill, она создалась. И мы можем посмотреть на нее. Но, к сожалению, попытка посмотреть на нее приводит к тому, что поле lastName возвращает нам сообщение об ошибке. Тем не менее, с такими структурами можно работать. Что я могу выяснить про unknown.bill? Я могу, например, выяснить про него, какое у него имя. То есть, обращение к этому полю не приводит к ошибке. Ну, а обращение к остальным полям, естественно, приводит к ошибкам. Более того, к ошибкам приводит любая деятельность, связанная с доступом к этим полям. Давайте мы объявим еще одну персону, которая зовется unknown.bill, и объявлен точно так же, как unknown.bill. Теперь у нас две персоны, unknown.bill и unknown.bill. Поскольку мы объявили наш тип данных персон производным представителем класс тип фьеку, мы, вообще говоря, можем сравнивать соответствующие структуры на предмет равенства. Но если мы попытаемся сравнить на предмет равенства unknown.bill и unknown.bill.bill, мы опять получим сообщение об ошибке. Хотя эти структуры определены одинаково, но при сравнении нужно сравнить значения на предмет равенства всех полей, а поля edge и last name в наших структурах не определенные. Итак, мы умеем объявлять структуры в синтаксисе записей. Следующий вопрос касается модификации этих структур. Для модификации тоже используется синтаксис записи. Давайте посмотрим на следующую функцию, которая как раз выполняет следующую задачу. Эта функция называется update edge и принимает некоторое значение возраста и персону. Возвращая нам объект тип персона с совпадающими полями. Всеми, кроме поля edge. Естественным образом. Каким образом мы можем написать эту функцию? Мы могли бы написать ее, используя сопоставление с образцом, но синтаксис записи дает более короткий способ работы. Если представить, что в структуре огромное количество полей, то нам нужно проигнорировать при сопоставлении с образцом заменительное подчеркивание «большее количество полей». Ну или, наоборот, для копирования каждое из полей поименовать. Синтаксис записи дает нам короткую возможность. Мы просто говорим, что у нас есть person, структура person. И вот это вот способ изменить поле edge нашей структуры person присваивается значение new edge. То есть нам передается некоторая персона, которая изменяется в значении всего лишь одного поля. Ну мы могли бы, естественно, и два поля изменить, перечислив здесь через запятую. Ну давайте мы, скажем, спросим, какой возраст у Билла. Нет, не Билла, Билл плохой у нас. Ксавье. Ксавье. Edge. Возраст 40. Ну давайте теперь мы вызовем функцию update. Edge. Передадим туда 42 и Передадим туда ксавье. Ну вот мы получили структуру типа person, в которой имя и фамилия совпадают с теми, которые были, а возраст стал равен 42. Это, конечно, не возраст ксавье. Типа данных хаскеля не иммутабельны. Поэтому у нас возвратилась новая персона с теми же самыми значениями полей. Если мы спросим про вас ксавье, он по-прежнему остался 40. То есть это не изменение в смысле императивных языков. Это просто способ коротко пройдет структуру с большинством полей, совпадающих с данной структурой, а отличающихся только по одному полю. Субтитры создавал DimaTorzok